Приветствую вас, дорогие братья! Приятно быть вместе в общении с братьями. Я хочу сделать обзор немножечко нашего общения, о чем мы уже слушали сегодня. Священное Писание говорит, что напоминание – это очень важно. Петр говорил об этом, и Павел, напоминаю вам, братья Евангелия, которые я проповедовал вам, которые вы приняли, в котором и утвердились, в котором и спасаетесь. И опять напоминает. Сегодня мы уже слушали четверых проповедников. Общая тема – Человек Божий. Это мы уже хорошо все усвоили, да? Каждый читал это Местописание. И вот первый проповедник акцентировал на то, что мы стали человеками Божьими, потому что у нас родственные связи теперь с Господом. Через Иисуса Христа, через рождение свыше, мы получили это родство. Мы теперь родственники с Господом, духовным родством, потому что мы рождены свыше, и Дух Божий живет в нас, и поэтому мы – люди Божьи. Второй проповедник говорил о том, чтобы ценить вечное. Не земного держаться, а даже, живя на земле, решать вопросы с точки зрения вечности. Всегда это учитывать, всегда это иметь в виду. Ну, как мне понравилось, как брат солист наш сказал, чтобы хорошо путь наш закончился, чтобы плавание хорошо закончилось. То есть, всегда нужно иметь вечность в виду. Третий брат говорил о том, что человек Божий имеет хорошее качество, ну, наверное, потому что Господь это производит. Мы же Божьи люди. И результат наших трудов будет хороший, если мы люди Божьи. Как и у Елисея было, он приводил эти примеры. И четвертый проповедник говорил о том, что человек Божий занимается делом Божьим и побеждает и удерживает то, что получили. Те блага, те благословения Господни, которые мы получили, их удерживать. Вот это то, о чем мы уже слышали. Я прочту один стих, потом скажу тему своей проповеди. Послание к евреям, 3 глава, 6 стих. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Тема моей проповеди – дерзновение. Это тоже присуще человеку Божьему, и без этого человек Божий не может оставаться человеком Божьим. И даже мы дом Божий при условии, если дерзновение и упование, сохраним. Ну, об уповании я сегодня не буду говорить. Это тоже очень важная тема. И здесь почему-то Павел их поставил на одной линии. «Если сохраним дерзновение и упование». А вот о дерзновении будет моя проповедь, моя тема. что такое дерзновение? Это в положительном смысле смелость и уверенность. Если человек не имеет уверенности, ну, даже в том, что он делает, он не может делать с дерзновением. Недавно я встречал такое явление, сложный вопрос в одной церкви. И вот Просвитер звонит и говорит, что делать? И добавляет, я не знаю, что делать. Служитель, которому он звонит, отвечает, если ты не знаешь, тогда ничего не делай. А это что-то получится. Если ты не знаешь, что делать, и начнешь делать, тогда ничего не делай. Чтобы делать или иметь дерзновение, нужно знать, что делаешь. нужно знать, как делать. Иметь фундамент, иметь основу и иметь смелость. Вот это дерзновение. И в каких случаях необходимо дерзновение? Как его приобрести и как его сохранить? Потому что здесь сказано, если сохраним, значит, человек, имеющий дерзновение, не гарантирован от опасности, что потеряет его. вот так будет строиться моя проповедь. То есть, в каких ситуациях нужно дерзновение, на каком основании базируется дерзновение, и какая есть опасность, по каким причинам может человек потерять дерзновение. Первое. Дерзновение необходимо в молитве. я прочту в послании к евреям, 4 глава, 16 стих. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Евреям, 4 глава, 16 стих. Приступаем к престолу благодати с дерзновением, иначе не будет нормальной духовной жизни, иначе не может человек рассчитывать, что получит от Господа, потому что приходящий к нему должен иметь веру. И приступаем с дерзновением. Что это значит? Дерзновение в молитве. Чтобы понять не было, о чем здесь Павел говорит, я прочту пару стихов выше, чтобы понимать контекст. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха, потому да приступаем с дерзновением к престолу благодати. о чем здесь идет речь? Люди, рожденные свыше, о чем мы сегодня уже слышали, первая проповедь была, мы имеем родство с Богом, потому что рождены свыше. Люди, рожденные свыше, имеют две природы, плоть и дух. Ну, плоть – это та природа, которую мы унаследовали от наших родителей, и эти простые вещи мы знаем, я просто так для контекста напомню. А вторая природа, которую мы получили, когда приняли Иисуса Христа в нашу жизнь. Христос сказал, я и им путь, истина и жизнь. И когда мы соединились со Христом, у нас появилась новая жизнь, это не та ветхая, греховная. И теперь у человека, рожденного свыше, есть две природы, но они абсолютно разные, и терпеть не могут одна другую. Плоть желает противного духу, дух противного плоти, они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. И вот теперь у нас то по духу, то по плоти получается. Да, мы уже люди Божьи, почему? Потому что имеем жизнь Божью, потому что имеем родство Божье, Духа Божьего имеем. Еще чуть о рождении свыше. Такого положения не существует, что человек принял Иисуса Христа в свое сердце, ну или Дух Божий живет в нас, но он не рожденный свыше. Такого не бывает. И наоборот, он рожденный свыше, но Духа Божьего не имеет. Такого тоже не бывает. С момента, когда он принял Иисуса Христа, верою вселиться Христу в сердца ваши, он стал рожденный свыше, потому что жизнь Божья теперь в нем есть. Ну, начало жизни это и есть рождение. Рождение свыше. Свыше, потому что от Бога Божья жизнь. И вот теперь идет борьба. Плоть желает противного духу, дух противного плоти, а святой доосвещается еще. Что это значит? Это значит, мы по званию уже стали святыми, а по практике не во всем еще. Да, какие-то перемены есть. Ну, допустим, бросил курить, бросил пить, бросил сквернословить, а раздражаться бросил, а завидовать бросил, а сплетничать бросил, нет, еще не до конца, да? Надо бросать? Надо. Да, ты человек Божий, но у тебя есть проявление плоти, и до каких пор это будет? До тех пор, пока мы будем носителями этой природы. Она у нас живучая, она живет, хотя сказано духом, умершляйте дела плотские, это наша задача ежедневная, уметь, потому что если живете по плоти, то умрете, а если духом умершляйте дела плотские, то живы будете, и вот учиться духом умершлять дела плотские, это школа, которая называется освящение святой, да освящается еще. И мы теперь в этой школе, и бывает пятерки в школе, бывают двойки, вот сегодня по духу, завтра по духу, а после завтра раз, и опять распсиховался, опять накричал на жену, или еще что-нибудь такое, и так горько. Или вот однажды мы помоложе еще были, я имею в виду, мы с женой, я один сюжет из семьи хочу рассказать, у нас с женой восемь детей, и все погодки, ну сейчас уже все взрослые, когда-то у нас были все малыши, а теперь все взрослые, и вот однажды проезжаю домой, это в то время, когда были все малыши, может быть еще не восемь было, может быть шесть, не помню точно, захожу домой, поздно приехал, ну наверное братская, потом после братского еще какие-то вопросы, ну уже дело к 12, не знаю, жена будет спать или нет, кстати, очень интересно, когда какой-то момент в нашей жизни, она никогда не ложилась спать без меня, хоть в 2 часа ночи приеду, она ждет, чтобы вместе чай попить, а я ей говорю, ну дети много, устаешь, ну не жди, ну я же занят служением, ложись спать и все, и вот первый раз помню, пришел, она спит, так тоскливо, так тоскливо, ну я понимаю, иначе не получится, ну так тоскливо, ну а это, по-видимому, было в то время, когда она еще ждала, захожу, она плачет, я говорю, в чем дело, что случилось, да нет, ничего, так сквозь слезы улыбается, не, ну как ничего, нет, все нормально, не, ну ты все-таки мне расскажи, ну как же, ну как же, она плачет, я не знаю, ну расскажи мне, ну понимаешь же, так маму вспомнила, а мама ее живет за 6 тысяч километров, кстати, я ни разу с течей не поссорился в жизни, мы жили, между нами 6 тысяч километров, расстояние было, нет, нет, она и хороший человек у меня была, просто к слову пришлось, я в чем дело, что, с мамой что-то случилось, да нет, ничего не случилось, ну тогда мобильных телефонов не было еще, письмо получила, да нет, а что ты плачешь, ну знаешь, ну в общем она решила все рассказать и говорит, сегодня такой тяжелый какой-то день, обычно мы детей укладывали спать так, немножечко почитаем, и такие яркие какие-то места из Евангелия, чтобы детям было понятно, так минут 5-7 одну короткую мысль для детей и помолимся, ну все молятся, кто еще выговаривает слова не умеет, пытается молиться, а потом поем детские песни, а потом жена их укладывает, ну постарше уже сами укладываются, уже все в постельке, и мы вдвоем с женой им поем, и они потихонечку засыпают, и сейчас им когда уже по 30 лет, они проезжают к нам и говорят, давайте что-нибудь из детских песен споем, это так всегда приятно, вспомнится все, а и по этот вечер не так получилось, вот жена плачет, а я говорю, в чем дело, она говорит, сегодня такой тяжелый день получился, дети как заведенные, тот ударит, тот укусит, тот кричит, мама, мама, я настолько извелась уже, сил нету, потом психанула, взяла ремень, и налево-направо, кого попало, не разбираясь, они разбежались от меня, кто на кровать, кто под кровать, и так и заснули все, я разложила их по кроватям, и сижу, и плачу, и мама вспомнила, как маме тяжело с нами было, как мы маму доводилися слез, и теперь, когда бывает такое, родители переживают, я им говорю, не переживайте, они когда-то вас оценят, знаете когда, когда у них будет по 8 детей, они поплачут о маме, они вспомнят, как было тяжело с мамой нашей, со мной, ну вот так сидит жена и исповедуется, я сегодня вышел из себя, и отбой детский был, не как всегда, с криками и с психами, с ремнем, и дети разбежались и заснули, сидит и плачет, братья, как вы думаете, ну Господь же сейчас небо видит, вот Господь видит эту распсиховавшуюся маму, а теперь уже плачущую, как он на это смотрит все, святой Бог, как он на это смотрит, на эту мать, а я прочитаю, как он смотрит, мы Писание имеем, смотрите, мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха, поэтому, да, приступаем с дерзновением, наш Господь, с которым мы породнялись, простите, я сейчас чуть-чуть одно грубо слово применю, Он побыл в нашей шкуре, ну, если не грубо применить, а сказать, Он нашу плоть носил, Он знает искушения, тогда, когда сорок дней и сорок ночей в посте, тогда, когда, кажется, каждая клеточка организма вопиет хлеба, и тут, как тут, змей древний, да скажи только слово, да было бы это в другой момент, но когда сорок дней и сорок ночей, поста позади, как это тяжело, и Он знает, что лукавый подойдет в самый неподходящий момент, и первосвященник наш знает это, Он прошел наш земной путь, Он все это испытал, и если мы это сознаем, что наш первосвященник нас понимает, это нам дает дерзновение в молитве, да, приступаем с дерзновением, а дьявол, знаете, что говорит? Да ты распсиховался, какая тебе молитва, какой тебе престол благодати, озеро огненное тебя ждет, понял? Это лукавый, не верьте. Он делает для того, чтобы ты потерял дерзновение, и все, и к Богу не можешь прийти тогда. Слава Богу, мы имеем не такого первосвященника. Он нас понимает. И знаете, к чему он снисходит? Ну, давайте я закончу за маму, за эту, да, сидит, плачет мама. На основании слова Он сострадает нам в немощи. Какая реакция Иисуса Христа? Сидит и плачет. Ему так жалко эту многодетную, истерзанную мать. И Он ее утешает. И Он ей хочет доброе слово сказать. И она может с дерзновением Ему помолиться. Сядь на колени и смело прийти к Богу, сказать, Господи, прости меня. Я хочу жить свято. Я хочу довести Тихо до неба. Ты мне в этом помоги. Ее молитва принимается. Потому что мы такого первосвященника имеем. И тот факт, что мы знаем нашего первосвященника, дает нам дерзновение. Дерзновение дает в молитве. Дерзновение нам нужно еще в служении. Не только в молитве. И в основании этого раздела Дерзновение в служении я прочту Деяния апостолов. 2 глава, 29 стих. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам. Братья, когда мы участвуем в служении, когда мы говорим Слово, нужно иметь дерзновение. Дерзновенно мы можем говорить тогда, когда знаем, что говорим. Поэтому нужно изучать Евангелие, нужно знать учение Иисуса Христа, и нужно готовиться хорошо к проповеди, чтобы говорить и знать, что говоришь. И знаешь ту тему, которую проповедуешь, и знаешь, как применить ее на личном опыте, как эту истину применить в жизни. Иначе проповедь не будет с дерзновением. Тогда будут слушать других проповедников по интернету или еще где-нибудь. И нам нужно дерзновение в служении. Еще дерзновение нам нужно в борьбе. Я хочу вместе с вами это рассмотреть на одном интересном примере из Деяния Святых Апостолов, 4 глава. Ну, я 13 стихов прочитаю. Тут, может, было бы выборочно, но мне дольше сейчас исходить из стихи, чем прочитать весь текст. Когда они говорили к народу, это апостолы проповедовали, к ним приступили священники и начальники, стражи при храме и саддукеи. Досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресенье из мертвых, и наложили на них руки, и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч. На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники. Обратите внимание, кто собрался. И Анна, первосвященник, и Каиафа. Вы вспоминаете эти имена, где мы с ними уже встречались, да? Анна, Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставивши их посреди, спрашивали, какую силою или каким именем вы сделали это? Ну, там перед этим было исцеление хромого. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуется ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здоров. Он же есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшись головой угла, и нет ни в коменном спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди, не книжные и простые, они удивлялись. Здесь применено не слово дерзновения, а слово смелость. Ну, я когда давал объяснение слову дерзновения, я об этом говорил. Это как раз и есть смелость. видя смелость Петра. Почему они удивлялись? Ведь там собрались люди, которых трудно удивить. Это люди, которые вершили судьбы людей. И, кстати, я напомню, Каяфа, Иоанна, это же те люди, которые предали Христа на распятие. Они сумели Пилата в тупик загнать. Пилат-то хотел спасти Иисуса Христа. И еще и записку от жены получил, не делая ничего правед никому сему, потому что я много пострадала во сне за него. И он сам видел, что несправедливо обвиняют. Он сильный психолог был. Это римский правитель, это наместник императора, мирового правителя. И он большую власть имел в Иудее. Выше него в Иудее никого не было. Даже без него согласия не имели право смертную казнь применить. Поэтому повели к Пилату. И вот теперь этот облеченный властью человек, очень умный, хороший психолог определил, увидел, что его предали из зависти. Причина понятная. И он симпатизирует Иисусу, он хочет его спасти. И вдруг еще и записку от жены получает. Он решил применить все свои способности и не смог. Евреи его обхитрили. Они придумали, как сказать, говорят, если ты его не распнешь, не друг кесарю. Это знаете, что? Голова с плеч. Все. И он властью облеченный, но вынужден против своей воли подписать смертный приговор Иисусу. Это вот эти люди теперь поставили Петра и строго спрашивают с него и удивились. Они привыкли перед собой видеть дрожащих людей и просящих милости от них. А они судьбу вершат. И теперь вдруг Петр встал и видя смелость Петра, они удивились. А есть секрет. Вообще Петр был смелый по природе или нет? Нет ошибаетесь. Я вам сейчас расскажу историю о Петре. А я вам сейчас расскажу. Приходит служанка во дворе Каяф и говорит ты был сузусом. Клянусь именем Господа Бога. Не знаю этого человека. А что это за смелость такая? Ну да. То есть я хотел сказать, что вообще мы люди по природе все злые и трусливые. Все без исключения. Сегодня кто-то из проповедников наверное Виталик говорил, что мы обязательно кого-то боимся. Обязательно кто-то кого-то боится. Или все мы кого-то боимся. И Петр был не исключение. Перед служанкой задрожал. Ну да, кто-то говорит, а как он по воде шел. Ну было такое, да. Ну в общем я сам люблю Петра. Его горячий темперамент. Но он бывали случаи в жизни его, когда он проявлял большую трусость и перед служанкой отрекался от любимого учителя. Испугался. Потому что там происходили страшные события. Там были Анна, Каиафа. Тут все готовится к распятию Христа. И он дрогнул и отрекался позорно. А что же теперь произошло? Что с Петром? Что его смелость удивила этих людей? И ответ на этот вопрос в 8 стихе. Тогда Петр исполнился Духа Святого. Вот он где корень. Петр исполнился Духа Святого и они его не узнают. Это совсем другой человек. Это не перед служанкой, это перед первосвященниками. Стоит и говорит, которого вы распяли, а Бог воскресил его. И они настолько удивлены, что ничего сделать не могут. Кстати, это тоже важно, что когда их не боишься врагов, они ничего сделать не могут. Я когда-то рассказывал, наверное, повторю, есть книжечка такая, недаром пролитые слезы, автобиографическая книга бывшего пресс-фитера Брестской церкви Вильчинского. Вот он находится в зоне, его вызывает начальник зоны, он говорит, переступаю порог, и он обрушивается на меня криком и руганью, подскакивает с кресла своего, бьет кулаком по столу и неистово орет на меня. Я смотрю ему в глаза и говорю, не ори на меня, я тебя не боюсь. Он так громко кричал, что даже не услышал. Я думаю, я дождусь паузы, и ему повторю. И он делает паузу передохнуть, и я громко говорю, не ори на меня, я тебя не боюсь. Он настолько был удивлен, наверное, как вот эти первосвященники, что упал на кресло от удивления. Пришел в себя немножко, потом говорит, величинский, а почему ты нас не боишься? Объясню. Первая причина, потому что я не преступник. Мне дали пять лет, и я нахожусь в зоне за проповедь об Иисусе Христе. Я никого не обидел, никого не украл, никого не ударил, и даже не оскорбил. Поэтому я не должен тебя бояться. Я со своего Господа Иисуса Христа нахожусь в узах. А вторая причина, потому что ты мне ничего сделать не можешь. Ты же бессильный, а от чего ты мне сделаешь? Ну самое большое, ты меня убьешь, а Христос воскресит, и я буду на небесах жить с а ты если не покаешься, в озере огненном ореть будешь. И почему я тебя должен бояться? Он все это осмыслил, и говорит Величинский уже абсолютно спокойным голосом, если ты нас не боишься, мы тебе ничего сделать не сможем, мы всех зэков страхом держим, а если ты не боишься, мы тебе сделать ничего не сможем. Я знаю, поэтому я сказал, не ори. С тех пор он никогда на меня голос не повышал, и если встречал в зоне, при всех здоровался со мной за руку. Видя смелость Петра, такую смелость в борьбе духовной дает только исполнение Духом Святым. Братья, это важно? Тогда будет дерзновение, а иначе не получится. Мы как тот Петр у костра будем отрекаться даже при встрече со служанкой. Первое послание Иоанна, 2 глава, 28 стих. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним. Когда явится Иисус Христос, одни люди будут кричать «Горы и холмы падите на нас!» А оказывается, встретиться со Святым Богом лицом к лицу страшнее, чем попасть под скалу. Горы и холмы падите на нас! А будут люди, которые скажут «Гряди Господи Иисусе!» Это те, которые дерзновение сохранили. Те, которые имели дерзновение в молитве, те, которые имели дерзновение в слове, в служении, в борьбе, и при пришествии Господа будут иметь дерзновение, чтобы, когда Он нам явится, иметь нам дерзновение, как оно нам необходимо. Итак, как приобрести дерзновение? Первое, человек должен покаяться перед Богом. Господь сказал, если не покаетесь, все погибнете. Без покаяния дерзновение быть не может. После покаяния человек должен иметь большую веру. В какую веру? Во что вера? Однажды я ехал в поезде, наверное, я где-то рассказывал этот уже пример, если для кого повторюсь, я извиняюсь. Ехал в поезде и женщина, ну, мне лет 35 тогда было, или 30, и женщина лет 65. Когда мы заговорили о Боге, она задала мне вопрос, вы случайно не священнослужитель? Я говорю, да, я священнослужитель. Она заплакала и говорит, как я мечтала, как я хотела встретиться со священнослужителем, потому что у меня большой груст на душе, я большая грешница, я хотела исповедоваться, я каяться хочу перед Богом, и искала встречу со служителем, и начала исповедоваться. Я ее хотел остановить, знаете, для чего? Я-то понимаю, что она воспринимает исповедание по-православному, а не как, исповедовался перед Пасхой, и опять жили мирской жизнью. я ей хотел объяснить, не это нужно, нужно сначала внутренние перемены, то есть нужно к Богу повернуться, нужно от греха отвернуться, от мира этого, а тогда и покаяние, тогда и исповедание имеет смысл. Но она мне не дала объяснять. Она начала исповедоваться, и ее не остановишь. Плачет и исповедуется, знаете, как будто бы научена в нашем братстве. грехи детства, грехи юности, грехи зрелости, грехи старости, все по порядку. Ну, я выслужил до конца, минут 15 она исповедовалась, а может, 12. Я, когда она закончила, говорю, вы воспринимаете наш разговор как исповедь? Да, конечно, я же и хотел исповедоваться. Тогда я вам прочитаю, что Библия говорит. Открываю 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Вы верите, что Господь простил? Нет, конечно, гореть мне в озере Огненном. А для чего вы исповедовались? Потому что тяжело на душе было. А сейчас легче стало? Нет. Я ей объясняю, что прощение грехов и оправдание мы верой принимаем. То есть надо в это поверить. Конечно, наша вера должна иметь основание. Но основанием для нашей веры есть Библия, Слово Господне. Господь кающегося грешника прощает. О чем ты говоришь, гореть мне в озере Огненном? Я не могу никак и объяснить. Потом думаю, надо ей какой-то стресс сделать, чтобы она чуть-чуть встрепенулась. Я говорю, женщина, вы слишком высокого мнения о себе. Вы гордая женщина. Вы так думаете высоко о себе, что даже силы крови Христа на вас не хватит. Вы почему унижаете Иисуса Христа? Вы почему унижаете жертву голговскую? Почему унижаете значение крови Христа? Что за особа такая? Любого грешника может омыть кроме вас. Что это за величина такая? Будьте пониже, поскромнее. И даже это не помогло ей. Понимаете? Я думал, сейчас она встрепенется. Нет. Она заплакала и говорит, да, я неудная. Правду вы сказали, гореть мне в озере огненном. И я не помню, сколько мы еще ехали вместе в купе, но я ее не смог убедить, что для нее есть спасение во оправдавшись верою. Мы имеем мир с Богом. Для этого вера нужна. А еще написано так, римлянам 1 глава 1 стих. Ибо нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Здесь две мысли. Во Христе Иисусе и живут по духу. Но нет ныне никакого осуждения. У нас есть один случай. В нашем Харьковском объединении у нас же шесть областей. Я не скажу в какой области это, чтобы никто не вычислял. В одной из областей нашего объединения Харьковского семья молодая заявили о выходе с церкви. Служители поехали, в этой церкви нет служителя. Служители той области поехали, встретились и раз, и два, и три. Еще не ушли, но не знаю, поменяли или нет настроение, но заявили о выходе. И их объяснение было такое. Мы вот живем в этой церкви, и нам говорят, ты должен вот так одеваться, ты должен или должна вот так ходить, ты должен вот так молиться, ты должен, и все должен, 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 я уже устал от этих долгов и в конце концов решил, да никому я ничего не должен. Отстаньте от меня и я ухожу с церкви. Ну, по-моему, он в харизматическую церковь решил идти, потому что там говорят, что ты никому ничего не должен, я уже устал от этих долгов, все, я должен и должен и должен. Я думаю, где-то наша недоработка. Почему дети Божьи угнетенные? Почему они на практической жизни не испытали благословения и восторга от того, что ты освободился от греховных уз? Как Павел пишет, ибо во Христе... Ибо нет ныне никакого осуждения тем, которое во Христе Иисусе. Значит, где-то недостаточно Евангелию научены. Евангелие – это оно радостное. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. А человек тяготился евангельскими требованиями. Что-то недоработка какая-то. Нам нужно дорабатывать, чтобы люди не тяготились. Они, чтобы имели большую веру в том, что я оправдан Иисусом Христом. Ну, а вторая половина – это живут не по плоти, а по духу. Мы чуть-чуть уже с вами касались. А борьба плоти – дух. И нет ныне никакого осуждения. Или и будет иметь дерзновение человек, который утвержден в евангельском учении, имеет большую веру и живет по духу. Учится побеждать. Духом умершляет дела плотские. Такому нет ныне никакого осуждения. Итак, народ Божий, братья, на нас ответственность. Народ Божий должен наученный быть евангелью. Евангель, оно радость несет, оно не чувство обязанностей несет. Оно несет радость. Оно несет освобождение. Конечно, мы должны жить по духу, а не по плоти. Но это должно удовлетворение принести. Я помню, наверное, во втором классе, 7 плюс 2 – 9, наверное, 9 лет мне было. И я начал курить. Ну, может быть, 3-4 раза с пацанами там за углом школы. И вдруг как-то донесли об этом учительнице. Учительница позвала меня и говорит, я встречусь с твоими родителями и им все расскажу. Но я сильно боялся строгости отца. Отец у меня очень строгий был. И наказывал больно. И это меня привело в такое сознание. И я решил, пока она скажет отцу, я не буду уже курить, уже не будет никакого запаха. Но она через неделю где-то сказала. Уже я был уверен, что запаха не будет. Отец меня позвал. Я говорю, это была ошибка, то был не я. Учительница не видела, кто-то ей доложил, но это была ошибка, сто процентов, вот, у меня запаха никогда нет. Я уже знаю, знаете, до какого, может быть, до 13-летнего возраста, а потом пришел я к двоюродному брату в гости, а он неверующий, родители его неверующие, и он неверующий, он постарше меня, и он предлагает мне закурить, а мне уже 13 лет, ну, уже года 3 или 4, после того события я не курю, но в этом возрасте я уже не хотел курить, я уже как-то уже и совесть пробуждается, уже ответственность перед Богом осознавал, и здесь такая борьба, брат говорит, давай закурим, мы уже мужики с тобой, а мне не хочется, грех перед Богом, и такая борьба, такое мучение, и я не закурил, знаете, как радостно, нет, я не тяготился тем, что вот я должен, должен, я должен не курить, нет, у меня торжество было, я победил, как это торжественно, вот так нам нужно Евангелие увидеть, и жизнь победы, не в тягость, в радость, торжество, а если упал, тогда приступаем с дерзнамением к престолу благодати, с покаянием, и Господь простит, Он в нашем теле был, Он знает наши проблемы, Он простит, и опять с дерзновением, кается с дерзновением, у Бога помощи просит с дерзновением, а когда побеждаешь, радоваться, ликовать, это же торжество, как это хорошо, вот такую жизнь мы должны показать народу Божьему, чтобы они не тяготелись, а радовались, следующая мысль, хотя она уже звучала в моей проповеди, но я повторю, и потом перейду к третьему, последнему разделу своей проповеди, что является фундаментом дерзновения, это тоже из послания к евреям, 10 глава, 19 стих, 10 глава, 19 стих, итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, вот он фундамент дерзновения, мы приходим к Богу на основании пролитой крови Иисуса Христа ни на основании нашего освящения, ни на основании наших побед, если мы неправильное направление возьмем, вот я прожил уже неделю победной жизнью, и я с дерзновением молюсь Богу, а завтра споткнулся, и все, закончилось мое дерзновение, так вот, нам Писание сообщает, что мы приходим с дерзновением на основании крови Иисуса Христа. Последний раздел, как и по каким причинам может христианин потерять дерзновение. Первое, ослабела вера, я уже сегодня несколько раз говорил о вере, вера в прощение грехов, вера в силу крови Христа, вера в оправдание, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом, и вера имеет способность возрастать и силу приобретать, вера имеет способность и ослабевать. Исследуйте себя, в вере ли вы? Если бы вера не ослабевала, тогда бы такого предупреждения, оно было бы излишнее, значит, мы должны наблюдать, что происходит с нашей верой, исследуйте себя. Вера укрепляется у нас через Слово Божье, вера от слышания, слышание Слова Божьего, поэтому, братья дорогие, к Слову Божьему нужно относиться с ответственностью. Это наша пища и питье, это наша жизнь, и как часто мы читаем Библию, как часто мы углубляемся в нее, сколько времени используется. Мне сейчас нравится, в нашем объединении всей молодежи раздали календарики такие, у вас тоже раздали? по всему объединению раздали, и я наблюдаю, даже за своими детьми, у меня молодежного возраста еще есть дети, там одна графа, читать, что читать, и потом нужно заполнить назидание, которое ты получил, и записать время, допустим, садиться 19.40, сел читать, встал 20.15, да? То есть отмечать даже сколько времени, хотя бы для себя посмотреть, а сколько времени провожу за чтением Слова Божьего? Почему это важно? Потому что вера силу берет в Слове Господнем, и Христос сожалевал, говорил, когда приду, найду ли веру на земле. Мы живем в такой период, когда вера ослабевает. Теряются ивановские ориентиры в народе, а мы должны укрепляться в вере, потому что если вера ослабеет, дерзновение потеряем, и это трагедия будет для нашей духовной жизни. Вторая причина, когда мы теряем дерзновение, это неисповеданный грех. Когда мне приходится беседовать с людьми, спрашиваю, у тебя есть грех? Ну, допустим, молитву с помазанием совершить об исцелении. Апостол Павел говорил к Тимофею, чтобы он не возлагал рук поспешно, не делался участником в чужих грехах. Ну, поспешно, это значит, даже не побеседовал, даже не поинтересовался. Попросили, возложил руки, да и все, нет, так нельзя. И Иакова, в 5 главе, когда Иаков пишет, болен ли кто из вас, пусть призовет просветеров церкви, пусть помолятся над ним, помазавшие его илем во имя Господня, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если соделал грехи, простятся ему, признавайтесь друг при другом, ах, вот почему простятся, потому что если исповедуем грехи, то он простит, признавайтесь друг при другом в проступках, и молитесь друг за друга, и вот спрашиваю, есть у тебя что исповедать? Да надо подумать, ну подумай, есть у тебя грех неисповеданный? Да я сейчас еще вспоминаю, тогда давай я тебе конкретнее вопрос задам, есть ли у тебя грех, который ты помнишь и знаешь, и умышленно скрываешь? А здесь уже не скажешь тогда подумать, да? Который ты знаешь и помнишь и умышленно скрываешь? Такой грех дерзновение лишит человека, не будет. Однажды звонят родственники одного старца при свитерам и говорят, срочно прийдите, дедушка наш плохо себя чувствует, похоже умрет, а мы переживаем о моем духовном состоянии. Приезжают два пресс-фитера, одному лет под 60, другому 30. Ну, тот, которому 60, такой медлительный человек, а молодой такой темпераментный, быстрый, быстро думает, быстро говорит. Ну, не в смысле скороговоркой, а в смысле быстро соображает, что сказать. И мне рассказывал этот молодой, быстрый такой, он говорит, мы пришли, помолились, сели, и этот медлительный пресс-фитер пока молчит. Ну, я тогда первый начал разговор. Брат, дорогой, старец, вы приготовились к переходу, вы к встрече с Богом готовы, как он обозлился на меня и кричать стал, он уже не встает с постели лежачий, а вы что, смерти мои, ждете? Тут родственники делят имение, не могут дождаться, пока я уже в могилу ляжу, и служители пришли в могилу меня загнать. И как пошел, как пошел высказывать, и я сразу зажег, думаю, что-то я не так сделал, что-то замолчал, он высказал, высказал, а пресс-фитер пожилой молчит. Когда он уже закончил свою речь, тогда начал пресс-фитер сдалека. И говорит, брат, дорогой, мы пришли тебе об Иисусе Христе рассказать. И начал с гипсиманского сада, как Господь молился, как был пот его, как капли крови, как его арестовали, как повели к Пилату, как до утра издевались, а потом то есть к Пилату во двор Каяфы, потом до утра издевались, потом повели к Пилату утром, потом терновый венец, потом раздели его и бичевали багряница, потом одели его собственные одежды и повели на Голгофу, как его распяли, и так он час целый с подробностями, говорит, я и то заслушался, кажется, что я и не читал такое красочное повествование, а он рассказывает, а у старичка лицо умиляется, умиляется, и вот закончил тем, что воин копьем пробил ребро, и стекла кровь и вода, что это значит? Это значит он умер, это значит закончилась история грехов наших, и перед тем, как умереть, он произнес совершилось, и теперь эта истекшая кровь и вода свидетельствует, что жертва есть, и теперь мы читаем, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, брат, может у вас есть на душе какой-то грех, не очищенный, не омытый, и задает конкретно вопрос старцу, после часовой беседы о Христе, а он опустил глаза и говорит, есть, а мы-то это сразу видели, так реагировать на вопрос приготовился к переходу, понятно, что что-то не в порядке, он говорит, есть, но я себе слово дал 60 лет назад, этот грех никогда никому не открою, понадобилось еще полчаса времени, чтобы убедить его, что ты неправильное слово себе дал, ты вправе отказаться от этого слова, оно тебя погубит это слово, откажись от него, пока ты жив, еще, ведь написано, пока человек жив, доколе есть надежда, и убедил, и вот старичок решил исповедаться, исповедовал грех, шестидесятилетней давности и плачет, вы все сказали, теперь все, помолитесь, он не вставая с постели, помолился, и мы преклонили колени, помолились, встаем, а старичок другой, у него глаза сияют, у него улыбка на лице, братья, у меня еще одна просьба есть, какая, помолитесь, чтобы Господь меня сейчас забрал уже, и я уже устал в этой жизни, полтора часа назад он кричал, что вы моей смерти ждете, теперь помолитесь, как вы думаете, помолились, братья, чтобы он умер? Ну, конечно, помолились, но если человек хочет уже, а что его держать? конечно, ну, мне тоже приходилось такой молитвой молиться, возложил руки, помолился, ну, если человек хочет, а почему нет? Разве мы плохое, чтобы Господь на небо забрал? Помолились, братья, и поехали, домой доезжают, звонок, старец умер, слава Богу, на небо пошел, Господь его забрал, а зачем было 60 лет томиться? Вот такие грехи, которые помнишь и знаешь, дерзновения лишат, не будет дерзновения, ему страшно было даже слышать о вечности, нет дерзновения, потому что орех, братья, знаете, что еще лишает дерзновения? Простая обида, человек обиделся, со мной поступили несправедливо, меня огорчили, и если не справишься с обидой, дерзновения потеряешь, или просто человек позавидовал, дерзновения не будет, нужно чисто сердце, есть все возможности иметь чистое сердце, и поэтому доблагословит Господь нас все, братья дорогие, быть внимательным к тому, чтобы наша жизнь, наше служение, наша борьба была с дерзновением, и молитвы с дерзновением, бедный несправедливо, несправедливо, ничь, несправедливо,